Новые комичные приключения и неожиданные сюжетные повороты. Совсем скоро грандиозная премьера четвертого сезона Папаник. Не пропустите! Егор, дай денег! Сколько? Триста, пятьсот рейн. Пятьдесят тысяч. Мне в салон нужно. Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее. Еще красивее, Яна? Тебе красоты уже вложено на Гелендваген. Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться. Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, 12 гривен. Кардинальное изменение. Можешь один день вот так носить, второй день вот так. Вот разные цвета, разное настроение. Ты всегда классная. Ну? Ну, Егор, ну я серьезно. Серьезно? Окей. Гугл. Паранжа. Купить Киев. Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина. Ну, 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 уродина. Ну не на пятьдесят же тысяч, ё-моё. Я все понимаю, конечно, но на пятьдесят тысяч просто много чего полезного можно купить. Можно, например, над Киевом полетать на вертолете четыре раза. Можно в казино сходить, ну, правда, один раз. Можно по Киевскому парку без маски прогуляться три раза. Ладно, ладно, рассказывай, а что ты там уже хочешь? Вот я небольшой списочек составила. Значит так, я хочу сделать себе губы. А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну, у меня просто нет губ. Нет губ? А вот это вот, что такое? Что это такое? Нет, ну, ну, это обычные губы. А я хочу губы, как у Ленки. У Ленки губы, как у перепуганного лося. Ну, правильно. Потому что она дурочка. Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой. А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон. И у Колола там коллаген. А он расплылся по всем губам, и все, она уже месяц разговаривать не может. Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука. Ну, главное, что? Главное, со мной на охоту тебе не ходить. Потому что, ну, и у Петровича сейчас со зрением не очень. Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет. Нет, ну, слушай, ну, гиалуроновая кислота намного лучше. И тем более через две недельки мы сможем с тобой целоваться. Ты что, я не смогу вытерпеть две недели. Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную. Они тебя покусают. Ты придешь к подружкам и скажешь, я красивая. Нет, ну, слушай, ну, пчелами я не хочу. Ну, тем более это больно. А вот гиалуроновую кислоту можно, ее хватит на два месяца. А потом что? Все, отпадут? Нет, ну, потом повторная процедура. А повторная сколько стоит? Столько же. Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой Х5. ты знаешь вообще как мы с петровичем на этих губатых говорим губы есть ума не надо кстати об этом я хочу выщипать брови что с бровями не так я не понял ты что проспорила нет ты хочешь прийти и сказать у нас тут радиации нет игрушка не просто слишком густые вода точно вон подосиновики ёжик яблочко понес с такими бровями это не модно ходить понимаешь явно ну ты представляешь себя без бровей вообще так я не буду без бровей я их нарисую то есть эти ты уберешь а новое нарисуешь я на если тебя потянуло на изобразительное искусство давайте подарю разукрашку краски ты будешь себе рисовать брови усики пресс можешь хоть дорожку к тёще нарисовать пожалуйста блины и горные не просто нарисую я сделаю татуаж чтобы он подчеркнул мои красивые глаза что все говорили как муж меня любит давай я тебе фингал поставлю люди посмотрят и скажут смотрите как муж ее любит бьет значит любит кстати по поводу глаз я хочу себе линзы цветные красные господи и она а давай мы тебе просто глаза вытащим а там новые нарисуем я вообще пошутил но красные глаза это же так сексуально я на если я в потемках увижу тебя с красными глазами еще и без ровей я обосрусь у меня просто может выработаться рефлекс как у собаки павлова и я буду тебя вот так вот ведь все бомболюк будет открываться и капец какой секс ты что ну можно я хотя бы реснички удлиню вот это я вот вообще не понимаю господи ну и горно пойми ну сейчас очень модно удлиненные реснички ну тебя нормальные среднестатистические ресницы а я хочу чтобы все смотрели на меня и говорили о боже какие у нее удлиненные реснички и шо егор ты не понимаешь я так сразу и сказал ну хорошо можно хотя бы родинку удалю где где родинка которая тебе мешает на копчике ее так не видно ах на копчике так может если ее не видно может ее оставить в покое пускай она живет своей родинковой жизнью она же на выборы не ходит мусор за ней не надо выбрасывать фотографирую попу я вот вижу эту родинку и нам не смущает а зачем ты фотографируешь попу я не понимаете что решила на визу документы отдать что ли или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении диа нет я просто фотографирую попу что посмотреть она у меня поправилась или похудела а это родинка меня бесит а меня бесит то что ты попу фотографируешь я да ну можно хотя бы сделаю программа лечения волос ваша случились они заболели да они кашляют или у них стопеньки что ну хотя бы просто выровнять волосы ты же завивку позавчера сделала егор новые губы новая прическа слушать давай тебе закажем пересадку головы и все проблемы решатся я опять пошутил ты чего хотя бы вакуумную чистку лица сделаю а это еще что такое ну это такая классная штучка ты знаешь это такой аппаратик его вот так вводят по лицу и он высасывает грязь из пор вон пылесос новый купил 2000 ватт бери высасывай что хочешь за одну губы и увеличишь там себе что-то увеличь он не увеличивает я пробовал жаль ладно ладно давай посмотрим что там у тебя еще змеиный массаж что твоя мама возвращается из руссковца нет ну это реальные змейки такие маленьких на спинку кладут и они так делают массажик так назвали это встреча твоих подружек и все антицеллюлитный массаж ягодиц за тысячу гривен зачем тебе за тысячу гривен если у тебя ягодиц на сотку не хочу чтобы не был целлюлит еще хочу делать омоложение кожи я на давай тебе закажем перетяжку кожи смотри за две тысячи диван сделали стоит как новенький мне иногда кажется что он улыбается хотя бы фиш пилинг лицо можно что такое фиш пилинг это фиш маком возюкает по морде что ли что это нет это просто вот в аквариум лицо окунаешь и маленькие рыбки обкладывают твою кожу давай я тебя возьму с собой на рыбалку ты опустишь голову речку а раки тебя за одной подстригут ну можно хотя бы я пирсинг на сосочки сделаю это еще тебе зачем ну короче я читала в интернете что это сейчас очень модно такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки я ты такая у меня классно с тобой можно сходить на рыбалку даже не выходя из дома берешь твою селфи-палку вот так вот на нее крючок сосочка потом коп закинул вытаскиваешь а у тебя губы как у перепуганного леща поймал леща поцеловал отпустил поймал поцелу отпустил тула привет соседи здорово здоровье горчик ян слушай я тут хочу омолодиться дай дво яйца я надеюсь куриных господи егор ну конечно же куриные а те для чо ну хочу масочку сделать я с глиной размешаю на лицо положу а ну конечно повоняет немножко но через три часа я прям принцесса янка смотри какая классная подруга 5 гривен и ты принцесса века оставайся у нас жить янка собирая вещи то шучу я господи люблю тебя противозачаточные века приходи тут у меня такое яна шо случилось он шучу ударил скотина такая ничего ничего мы его по судам затаскаем нет не ударил пока ну когда узнает понятно ну во первых не факт что узнает он мой сашка живет в счастливом небеде не доволен а во вторых правда так думаешь конечно измен это не самое страшное вот я помню у меня двух гривен на маршрутку на проезд не хватало а у него в таврии печка ты знаешь вот как ты так хорошо стал на душе тепло душа прям развернулась а ты не бойся не бойся ты чего я с тобой я с твоей подруга да я в крайнем случае своим телом прикрою твое ну насколько хватит моего тела тогда мы у него вот эту хату отсудим сколько тут квадратов и к и он мне не изменял хочу я вообще-то пришла и не понимаю я я на тихо не бойся не бойся ты помни главное мы с тобой подруги слышишь подруги я никогда никогда тебя не брошу поняла я разбила машину извини подруга это без меня мы не договаривались я не хочу лечь вот тут рядом с тобой я думала так сходила разочек налево ну может второй ну может третий но разбила машину нет спасибо это без меня если ты уйдешь я расскажу что Саши про таврию и про печку да лжи бог подруга ну хорошо хорошо у нас все равно мало времени так первым делом тебе надо принять буддизм зачем ну когда ты знаешь что после этой жизни есть еще одна ты думаешь проще застрелиться ты думаешь проще застрелиться ты чё дура я думала перепрятать надо хотя то не лучше перепрятать дальше когда он придет ты сразу говоришь что разбила машину а потом вдогоночку говоришь что бросаешь его зачем это такой приемчик как бы ты вначале говоришь плохую новость а потом еще хуже и про первую как бы забывается вот твой старшка например на второй минуте расклеился говорит это все лишь железяка главное что с тобой ничего не случилось а если не поможет если не поможет ну тогда ты скажешь я беременна а только уточни что от него а то я не уточнила и вот видишь горбинка осталось ну и самое главное веди себя естественно будто бы вообще ничего не произошло не принесло это главное помни естественно ой мой любименький мой мужественный муж пришел я тебе подарок купила свеженький ароматный достаточно и она ты чё это по-твоему естественно я себя так веду после того как пятый айфон утопила так пятый это же старьёк пятый по счету седьмой айфон салечка присаживайся мой любименький иду иду да ну и денёчек устал да помогу я принесу твои любимые тапочки подожди а где твой пёс который только и умеет чтобы приносить тапочки и гадить на ковер я его отправила в питомник питомник ты же его так любишь это был самообман ты знаешь я подумала что не нужно чтобы в доме что-то раздражало моего любимого мужа ну да а ты кто а я тут мимо проползала лиц и не работает так я подумала на метро как дела как настроение как на работе говёна на работе из-за этого снегопада пришлось ехать на метро опознал на три встречи сегодня а там эти поставщики ну я не говорю вот смотрю на него а он на меня смотрит своими тупыми глазами клипает а мне вот так и хочется взять его захарю и об стенку на тебе на тебе на пошла ка я домой у меня по моему утюг горит лихо подожди приходите сегодня сашу вечером на ужин до водочки выпьем ну а у нас сегодня не получится а вот и дней через девять наверное зайдем вот как раз и выпьем давай привет саньку ну да ну иди ко мне иди-иди-иди ну что детка рассказывай как денёк прошёл ты знаешь нормально прошёл так устала так устала никуда не ездила давай спать подожди ты же сказал что никуда не ездила так я никуда не ездила я подумаю так намоталась так намоталась давай спать ян что-то случилось ты меня любишь нет не любишь люблю но нет я она да нет да опять да третий раз за неделю да сильно я не смотрела значит сильно да ладно хрен с ней как ну она же застрахована теперь это проблемы не наша страховой правильно наверное что за наверное ты же застраховала машину вчера как я тебя просил ну ты знаешь я хотела застраховать а потом вчера поехала ноготь сломала заехала в салон хотела сделать маникюр ну думаю ну еще и педикюр сделаю потом мне сделали масочку и массажик и страховую я не успела почему-то а да да черт с ней с твоей хондой починим ее и продадим к чертовой матери не фартовая она ой а если не фартовая я меня тоже продадим что ты такое говоришь глупышка не фартовая яна нет да яна скажи что ты шутишь ты трогала мой бумер я разбила твою машину я от тебя ухожу ты да вали на все четыре стороны ай аяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ты зачем ее брала ты что не видела что за окном творится а там же снегопад люди нормально оставили машину под домом ну вот куда тебе надо было ехать а строить хонду сильно Я побоялась смотреть. А домой ты возвращаться не побоялась? А не кричи на меня, пожалуйста. А между прочим, Викин Саша сказал, что это всего лишь железяка, что главное, что с ней ничего не произошло. Так у них москвич 412-й. Это реально железяка. А то, что с ней ничего не произошло, это чудо чудесное. Куда? В багажник. Ну, хоть не ты виновата. Я. Яна, в стандартной ситуации, кто сзади, тот и виноват. Там не совсем стандартная ситуация. Что значит не совсем стандартная? Яна. Ты что, хочешь сказать, что ты и вперед ее бахнула? Угу. Блин, Яна, вот только ты можешь за один день бахнуть бумер и вперед, и взад. Не, взад только бумер бахнула, а вперед в Хонде. Так, подожди, ты что, бумером в Хонду ухотила? Нет, сначала было наоборот. Давай с самого начала по порядку. Значит так, я не могла выехать из сугроба Хондой. Логично. Взяла твой бумер. Нелогично, ну ладно. Пристегнула трос к Хонде. Так. Вытащила ее из сугроба. И тут... И что тут? И тут позвонила Вика. Я с ней заболталась. Короче, я забыла, что у меня там трос прикреплен. И узнала только тогда, когда мне Хонда въехала. Перед тем, как я остановилась, перешла к Баума. Стоять! Где сейчас машины? На месте там мы остались. То есть ты еще свалила с места ДТП, да? Я просто так испугалась, мне так страшно стало. Раньше я только одну из наших машин била. Давай скажем, что их украли. Давай сюда, права. Права я. Но я больше так не буду, правда. Яна, я уже слышал это много раз. И на парковке с супермаркета. И в яме на СТО. И даже в подземном переходе. Яна, давай сюда, права. А когда я сбила полицейского, ты сказала, что правильно. Не надо останавливать Хонду с буковкой У. Яна, у тебя вообще чувство юмора есть? Я шутил. Ну, пожалуйста. Давай сюда, права. Давай быстро. Мне это все надоело. Все. Все. На этом все. Ой. Это что сейчас был за... Ой. Это были твои права. Подожди. Ты сказала, что ты затормозила возле шлагбаума. Но я когда заходил во двор, там не было машин. Ты перед каким шлагбаумом затормозила? Ту-ту. А теперь внимание. Самый главный вопрос. Ты затормозила... Перед шлагбаумом или после? Не жду. То есть? Что? Что? Чай, кофе, ремень, секс, таблетки? Что? Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Убить тебя. Я хочу тебя убить. Я тел голыми руками. Я беременна! Наконец-то, Янка! Ты сейчас... Сейчас серьезно, беременна! Нет! Это мне Вика сказала, чтобы я сказала. Когда ты меня будешь убивать. Ой. Это... Это... Вот. Все, что осталось от вашей машины. Может быть, оставите на память? На памятник. Вам обоим. Надо говорить обеим. Ты меня решить справлять будешь! Я не знаю, что я обо мне! Да, да. Аранжировочку сделал, да. Отправил на мастеринг, да. Просто там немножко частотки подправить. Да, будет отличный сингл. Да, да, да. Обращайтесь. Хорошо. Здорово, топер! Здравствуйте. Вы по записи? Нет, блин, за мороженым. Ну, если мы в студию звукозаписи, понятно, что мы по записи. Давай, сдави старшего. Что, простите? Ты что, глухой, как Паганини? Глухой был Бетховен. Значит, во-первых, Бетховен – это собака из кино. А во-вторых, будешь меня дерзить, я тебе пасть порву. Понял? Зови старшего, давай. Кто вам нужен? Мне нужен… Сейчас я тебе скажу, кто мне нужен. Евгений Битмейкер, аранжировщик, саунд-продюсер. Это я. Ты? Такой коротышка с такой длинной фамилией. Ладно. Ну, окей, смотри, что нужно сделать. Извините, пожалуйста, у меня через 10 минут запись, поэтому… Значит, запись у тебя уже прямо сейчас. Понял, да? Значит, нам с Лёлей… А, кстати, это Лёля. Лёля, не перепутай, Лёля та, что держит. Ту, что держит – это Ля-ля. А я смотрю, вы не заморачивались. А я вообще по жизни не заморачиваюсь, понял, да? Короче, смотри, нам надо сегодня записать песню. Извините, пожалуйста, сегодня не получится. У меня свой график. Понял тебя. Штукарь раздвинет твой потный график, а? Поймите, не всё в этом мире решает деньги. А, я теперь понял, что у тебя такая длинная еврейская фамилия. На. Значит, смотри, надо записать песню. Извините, пожалуйста, вы, наверное, не понимаете. Процесс создания песни от наброска до мастинга занимает, ну, минимум, месяц. Значит, смотри, если ты сейчас не согластишься, через месяц тебя только найдут. А потом ещё дня два-три опознание будет. Ладно, 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 что вы хотите записать? Нам нужен хитяра, чтоб так народ врубил и сразу «галалы, галалы, галалы». Скажите, референсы у вас есть? Не, уже вылечили вроде. Уже нормально, да. Ну, может быть, демочка? Да ну, посмотри на неё. Какая же она уже демочка. Давно уже, нет. Хорошо, если у вас нет референсов, демочки, вы объясните, что вы хотите записать. Я же тебе всё уже объяснил. Нам нужен хитяра, чтоб такое. Кольщик. Наколи мне купола. Ну, такая весёлая и танцевальная. Текст есть у вас? А у тебя что, нету? Нет, я композитор, я музыку пишу. Подожди, а что, текст пишет другой крендель? Да. Охренеть, как у них всё сложно в этом шоу-бизнесе. Я так понимаю, у вас один нормальный, только Потап. Вообще над текстами не заморачиваются. Послушайте, может быть, мы перенесём на завтра? Я подготовлюсь. Не, 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 на завтра не вариант. Завтра у нас уже съёмки клипа. Там уже Бадоев заряжен, бабки перечислены. Кто? Бадоев? Ты шо, не знаешь, кто такой Бадоев? Лёля, мы шо, какому-то неизвестному лоху сто кусков перечислили? Нет, 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 я знаю, кто такой Бадоев. Но я просто сомневаюсь, что он согласится снимать клип для Лёли. А ты не сомневайся, бабки любят все. Тем более, Лёля, она ж не с улицы пришла. Она ж раньше в Виагре была. В Виагре? В каком составе? В запасном. Ну, она не пела, она только рот открывала и в сауны выезжала. Мы, кстати, там с ней и познакомились. У неё фонограмма вырубилась, она стояла. Хорошо. А как вы собираетесь снимать клип без текста? А я шо знаю. Я к Бадоеву Лёлю подвёл, он посмотрел на неё, сказал, мне всё понятно, текст не принципиален. Мне тем более, понимаешь? Послушайте, может быть, я позвоню Бадоеву и мы перенесём съёмки клипа. Не-не-не, ну, Бадоева перенести, то не проблема, он всё равно на месяц заказан. А вот Элтона Джона не перенесёшь, у него только завтра получается. Лёля будет петь с Элтоном Джоном? За такие бабки это Элтон Джон будет петь с Лёлей. Ну, хорошо, в каком стиле будем записываться? В том стиле? Да. Ну, такое что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой. Что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой. Это что, Дидзю? Лёля с бородой? Не, по-моему, это перебор уже. Ну, хорошо, мне нужно понимать, сколько октав берёт Лёля? Слушай, сколько, у кого, зачем, почему берёт Лёля, это вообще не твои вопросы. Ну, я же, извините, я должен разобраться, владеет ли она вибрато. Ну, владеет. Ну, я часто в командировках, и шо? Короче, шо у тебя за вопросы такие? Ты давай про музыку что-то спрашивай, ё-моё. Ну, хорошо, расскажите мне, она поёт грудью или животом? Лёля, иди сюда. Посмотри. На её грудь и на её живот. Как ты думаешь, чем она поёт? Ротом, конечно, но ты даёшь. Вообще. Хорошо, хорошо, давайте поработаем. Что вы делаете? Отбой, Лёля. Лёля, 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 отбой. Поработаем, это у нас кодовое слово. Поэтому ты придумай себе что-то какое-то другое. Попоём, понял, да? Ага, хорошо, давайте попоём. Вы что, дверь не закрыли там, что ли? Не, это из Лёли сквозит. А, я понял. Лёлечка, захлопнем дверьку. Вам распеться надо. Повторяйте. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ма-ми-ми-мо-му. О, так вот и текст для песни готовый. Вообще хитяра. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ла-ли-ли-ла-лу. Извините, это не текст, это распевка. Лёлечка, повторяйте за мной. В музыке это называется имитация. Давай, имитируй, чё. Это она умеет. Хватит. Я понял. Я всё понял. Нужно начинать с тазов. Начнём с до. Прикольно, чё. Песня начинаться будет с бздо. Типа. И лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло. Дормально. Лёлечка, повторяйте за мной. До. О-ре-ми-фа-соль. Слышу, слышу, братан. Вот ещё штукарь. Извините, пожалуйста. Чё? А может, вы сначала с караоке попробуете, а? Не-не, караоке не вариант. Она ж читает хуже, чем поёт. Она пока первую строчку допевает. Херакс припев. А что она пела? Шо ты там плакала, мать твоя плакала. Короче, в караоке рыдали все. Я верю. Слушайте, а может, мы собачку запишем? Собачка на клип не наработала. Она мне в тапке надзюрила вчера. Так что... О, слушай, а у меня идея. Ага, ага. А вот шо если... Та захлопни ворота! А шо если... Ага. А шо если... Вот этот текст, который ты придумал, вот это... Доры, ми, фасоль, да? Ага. На украинский перевести. Что? Ну, типа... Доры, ми, фасиль. И запустить на радио. Чтоб так ворваться в шоу-бизнес, чтоб везде. Поверьте, таки как она уже везде. Слушайте, ну... Ну, может быть, вы начнёте с простых проектов. Вот отличный проект для старта. Карокина, Майдане. Юля, Юля, Юля! Спокойно, спокойно, спокойно. Всё хорошо, всё хорошо. Ты это... Не упоминай про это. Она там участвовала. И когда пела, люди начали кидаться там помидорами, яйцами. Этот придурок, который телевизор выиграл, плазмой за него впустил. У него до сих пор вон шрам от HDMI. А, нет, это дециметровая антенна. Она вот здесь вот... Во-во, от HDMI. Ага. Вы знаете, вы, конечно, меня извините, но я бы сделал всё, что... Всё, что мог бы, сделал, но у Лёли просто нет слуха. Как нету? Лёля! Ах! Да слышит она. Ну, я имею в виду музыкального слуха. Ой, да ладно, кого это сейчас интересует. Сейчас компьютерами всё это равняется, я ж знаю. Давай, садись. Садись, давай, записывай. Ну, хорошо, я сейчас... Давай, давай. Сделаю дорожку. Братан, не отвлекайся, я всё сам сделаю. Что делаете? Дорожку. Или ты дунуть хотел? Нет, я это не употребляю. Ну, я надеюсь, ты хотя бы гей? В смысле? Нет. То есть ты не гей, не употребляешь? Ты вообще из шоу-бизнеса? Алё! Представьте себе. Странный какой-то. Лёлечка, вот вам микрофон. Будете в него петь. Обычно он в два раза меньше. Бля. Давай без подробностей. Ещё в два, максимум полтора. Готовы? Так. Работаем, Лёля. Извините, пожалуйста. Поём, Лёлечка, поём. Давай на украинскую фразу. Давай фасиль вообще на бабы заменим. Давай. Стоп, стоп. Компьютер завис. Ну так развисни его, давай. Дуры мы, бабы, дуры мы. Я не могу. Ну что я могу сделать? Ну техника даже не выдерживает. Блин, ты чё, ну не понимаешь, шо ли? Сегодня у нас должна быть записана песня. Завтра съёмка клипа. Послезавтра премьера песни в сауне. Фум мой приезжает из Днепра. Ты вообще понимаешь, кто это? Ну что я могу сделать? Ну хотите, пристрелите меня. Хочу. Кумчик, здорово. Как, уже прилетел? А я думал, что ты... Ну не вопрос, встретим сейчас. Давай езжай в сауну. Сейчас мы там... Да, да, Лёля будет петь для тебя вживую. Прикинь. Всё, давай. Я прошу прощения. Лёля вживую? А шо, думаешь, не потянет? Ну как бы... Ну ладно, тогда так. Я, я, я... Поехали, платье оденешь в машине. Если кум мой будет сильно приставать, ну ты подыграй мне как-нибудь, а я тебе добавлю потом. Поехали! Класс! мы не слишком легкомысленные ну ты чё я ночь муж еще в клубе договорились что друг другу как будто уже тысячу лет знаю я только садим не угадал что ты сразу литр выживешь нормальные люди на втором стакане заканчивают через каких-то пять минут мы с тобой станем законным машина сто процентов а потом как обещал свадебное путешествие на бали конечно но вначале ко мне на борщиковку романтик ну если бы не твои принципы я где-то может на пляже сейчас я тебе сказала что до свадьбы не не маленький пробнищик секса может для начала ты особенный да я обычный свадьба свадьба можете начала приглядимся притремся при чпок и боже как захотелось попудрить носик я сейчас без меня не женись давай давай я п'нажду здравствуйте здрасте здрасте серёжа а ты какими судьбами здесь может нашел меня чтобы извиниться долго выслеживал где работаю работаешь да серёженька представляешь люди работают в отличие от некоторых что пришел опять денег занять господи смотрю на тебя и поверить не могу как я могла с тобой прожить десять лет а у тебя все по-прежнему да все так же по клубам за малолетками шатаешься до будешь всякую гадость пьешь всякую дрянь мне с этим я завязал точно да еще скажи что ты за рулем пьяный не ездишь да слушай марш я вообще случайно зашел я пойду пожалуй все слушайте а я уже переживала что вы там уснули никто на серёне не распишет распишет серёне да такое красивое имя серёня лопатуня вы знаете а мне кажется ему больше подошло бы имя антон потому что или тарас а мама я танцую давай 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 а ты злопамятная марусика писали сюда устроилась да чтоб нам праздник испортить да это еще ничего серёжа моя мама в церковном хоре поет а мы венчаться не собираемся знаешь а мы тебя отпевать будем а вы наверное невеста вы такая нарядная прям с утра нарядились господи как хорошо что мы с тобой развелись а а вы знаете что у нас не было прям вот прям вот любовь с первого взгляда вот мне кажется что вот я а серёжа прям знаю вот все 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 да вы что боюсь далеко не все а вот серёня он он знаете он не такая как все вот вот мы с ним решили что в честь нашей любви мы набьем татуировки на груди с именами любимого да простите а как зовут вашу невесту невесту как зовут тебя я на боже как вам повезло ведь у серёжи уже есть такое тату а яночка ты подпудри носик еще пожалуйста и уши под шапку заправь заодно сходи послушать что ты выпендриваешься я же уходил все тебя оставила долги и дети поэтому мало я просто не понимаю чем она лучше уже еще должна быть загадка твои загадки я все разгадал мне с тобой скучно а тут прям загадка вселенной вот прям не знаю что ты первый от нее подцепишь вот прям решил жениться на этой загадке сейчас у тебя распишемся тут ко мне съездим быстро и вечером разведемся у тебя нет дорогой на развод у нас длиннющая очередь очередь божья но у них тут очередь у них закрываются все пошли пошли подожди может так спешили может так всегда спешили что серёня даже сил пьяным за руль первый раз в жизни знаете что я думаю что и вы у него первая то ладно да ладно да да ну что же я перейдем к церемонии бракосочетания что я вот тут так подумал может быть не сегодня я посмотрел лунный календарь сейчас лунное затмение над у меня я же не сверная вот как раз таки в точно такой же день прекрасный день моя подружка выходила замуж и закончилась все прекрасно муж овер квартира ей я согласна откладывать никак нельзя а кстати кто будет оплачивать услуги загса да кстати яночка может я платишь у меня просто все деньги на карте а у нас есть терминал пин-код сложный забыл просто ты знаешь а я могу напомнить 400 ладно давайте поженимся потом оплатим всю жизнь об этом мечтал слушая тут подумал может все-таки венчание а ты знаешь я вот и тебя встретил и сразу уверовал это же не может совпадением быть и так влюбленные возьмитесь за руки отныне ваши души связаны двумя нитями судьбы нежной и крепкой нитью невесты и не такой уж крепкой как в молодости а точнее сказать болтающийся ниточкой жениха боже мой две ниточки это такое ощущение что это по клубочку к тебе шла я вас умоляю какой там клубочек так обрезок сегодня здесь ровесница инстаграма и ровесник бобинного магнитофона вы просто созданы друг для друга как бабочка и козел как нежный цветок и баран а побыстрее можете как голубка и гулящий кобель быстрее эх молодые все время торопятся видимо ниточка с каждым днем все слабее и сережа в 50 может в 55 дать серунишкой какой-то странно власти вы знаете нам тексты само министерство культуры пишет согласен ли ты скотина ой серюня испортить жизнь еще одной молодой и перспективной девушки до я сказал да прошу вас закрепить свое желание клятвой него жених повторяйте за мной я я беру тебя в жены берут его жены обещаю любить и оберегать обещаю любить и оберегать Потом брошу и уйду. Потом брошу и уйду. Тупой, но сиськами. Другой, но сиськами. Что? Что? Простите, про сиськи это тоже министерство писало? Мне нравится это министерство. А вместо вальса Мендельсона звучит любимая песня Сирюни. Возвращался с кабака, очень поздно вечера. Дышь на голову мою, лью, 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 лью. Вижу огонь вдали, делать было нечего. Прям не вброшу в класс. Сирюня мне же эту песню посвящал в караоке. Блин, как это романтично. Ломбард, запой, тотализатор. Весь жизненный путь Сергея. А сейчас, молодые, прошу вас обменяться кольцами. Я смотрю, Сирюня так и не решился коронку переплавить. Властью, данной мне Украиной. А также десятью годами, отданными не пойми кому, объявляю вас мужем и... Ян! Сгоняй за колой, а? Ты что, Сирюня, ты же самая интересная. Ну что сейчас потом отмечать-то, а ты вискарь без колы не пьешь все равно? А, какой ты заботливый. Сейчас, Бось, сейчас вернусь. Марусечка, ты знаешь, ты права, ты знаешь, все забегался, как-то заигрался. Все думал, восемнадцать, а оно уже... Понимаешь, что, может, ты меня простишь еще раз? Я вот сейчас все так осознал, а? Не выдавай меня за нее, прошу тебя, мне нельзя. Знаешь что, Сирюня? Женщине в сорок уже не нужны восемнадцатилетние оправдания пятидесятилетнего мужика. Все-таки у нее действительно нет того, что есть у тебя. Мозгов? Претензий! Сирюня, колы не было, я взяла пиваса, правда он теплый, ничего. Совет вам, да любовь. Горька! Янчик, 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 что? Что? Все нормально у тебя? Что? Яночка, что случилось-то, а? Не-не-не-не, ты подожди, ты подожди, это... У тебя все нормально? Все хорошо у тебя? Что у тебя? Все-все-все-все... Так, это... Подожди, стопэ. Я сейчас там на работе был, это... Вышел в туалет на пять минут. У меня тридцать неотвеченных от тебя. Я захватаю трубку, звонить тебе, ты трубку поднимаешь, молчишь, только вздыхаешь и сразу же ее кладешь. Саша, живи своей обычной жизнью. В смысле обычной жизнью? Ты чего? Я прыгаю в машину, несусь, как угорелый, все правила нарушаю, звоню тебе, ты вообще трубку перестала брать? Ну, конечно, тебе же работа важнее, чем жена. Стоп. У меня там очень важное совещание было, я с него убежал к тебе, понимаешь? Да блин, е-мое, что я вообще здесь делаю? У меня там миллионная сделка. У тебя жена умирает, а у тебя сделка. В смысле? Подожди, как умирает? Ты... Ты у врача была? Нет. У гадалки? Нет. А, в гороскопе вычитала? Нет. Ага. Пропустила серию крепостной? Хуже. Что может быть хуже? Ты что, мне изменила, что ли? Да лучше бы я тебе изменила. Что? Саша, мне в метро уступили место. И... И ты что, не понимаешь, что это значит? Это значит, что я старая. Да какая ты старая? Ну, может, ты человеку понравилась, он уступил. Это был не человек, это была женщина. Может, женщине надо было выходить на следующий станок? Она надо мной всю дорогу висела. Может, она просто подумала, что ты беременна? Я еще и толстая! Господи, да какая ты толстая? Яна, ты молодая, вон, сколько тебе лета? Давай, давай, назови этот возраст Христа! Ладно, хорошо, я понял. Тебе просто надо отдохнуть. Хочешь, поедем с тобой на Сейшелы, Мальдивы, Бали? Куда хочешь, туда и поедем. Мне сейчас только одна дорога. Вморщин или Трусковец? Да не, ну в Трусковец нельзя, там сейчас других лечат. Ну, в смысле. Ты куда почебгала, а? Пойду аптечку переберу. Мало ли. Да какая аптечка, Янчик? Ну, что мне сделать, чтобы у тебя настроение поднялось? Скажи мне пин-код от твоей карты. Да сейчас. Будешь много знать, скоро составим. Саша, вызови у меня скорую. Какую скорую? Ты чего? Пусть мне давление померяют. Смотри. Ладно, я понял. Сейчас я тебя подниму давление естественным путем. А? Может, по писяшечке для настроения? Накапай. Валидольчика. Такой валидольчик, Яна. Ну, хочешь вечером в клуб сходим, вспомним молодость, так сказать. Оп, 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 оп. Я лучше в сберкассу пойду. Какая сберкасса, ты чего? Что, что, я коммуналку заплачу. Яна, мы коммуналку через интернет платим. А с людьми поговорить? А поссориться, покричать на кого-то? Ладно, все, я понял. Давай выйдем на свежий воздух, погуляем по парку, так сказать, тряхнем стар... Ну, я имею в виду, как стартанем и будем ходить гулять по парку. Нет, 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 Саша, на улицу сейчас идти нельзя. Там будет дождь, у меня вон все суставы покрутило уже. Ой, это капец. Саша, подержи. А, ничего уже не вижу. Все, где мои очки? Какие очки? Ты с ума сошла, что ли? У тебя не было очков. Потеряла все, память уже не та. Короче, Янчик, давай сейчас зайдем в Инстаграм, там у тебя миллион подписчиков. Просто сейчас устроим голосование. Красивая ты или нет? Старая ты или нет? А можно я пойду просто проголосую? Когда у нас там выборы какие-то? Да уже были. А вот только недавно были, а власть-то мне уже не нравится. Ты о чем сейчас думаешь вообще? При Брежневе лучше жили. Фу! Просрали такую страну! Все, все, Янчик, все, хорош. Я понял. Тебе надо пошопиться. Хочешь, купим тебе нижнее белье от Виктории Сикрет? Не хочу. Хорошо, сумочку от Луи Витон? Не хочу. Туфли от Лабутен? Не хочу. Что ты хочешь? Кравчучку от Кравчука. Я понял. Вот это ты лихо завернула, конечно. Молодец. Ладно, подарю я тебе этот одиннадцатый айфон. Внуки подарят. Да какие внуки? Ты с ума сошла, что ли? Ты молодая, интересная. Тебе надо еще что творить? Да хочешь, я не знаю, пупок пробьем, татуировку сделаем тебе на спине, волосы фиолетовые покрасим. Саша! Не то, извини. Хорошо, ну пойди в этот свой салон красоты, сделай там пилинг, шмилинг, шугаринг. Что вы там постоянно делаете? Вот теперь я буду постоянно делать кардиограмму, электрофорез и анализы буду сдавать. Ой, кошмар. А кто тебе звонил? Это секретарша. Это малолетняя проститутка? Ничего, она не малолетняя. Ну, в смысле, короче, она всего лишь младше тебя на пару лет. Ай, Саша, надо нам с тобой развестись. Чего это нам надо развестись? Вот что ты так резко потянула на концерт Олега Винника. А как же я туда старая и неразведенная пойду? Да, Яночка, вот ты пока еще моя жена. И я с тобой что хочу, то и делаю. А хочу я с тобой, знаешь, что сделать? Заняться с тобой сексом. Ах ты, извращенец! Секс со старухами! Знаешь, Саша, правильно говорить не секс. Правильно говорить секс. А теперь мы с тобой будем смотреть новости ТСН. ТСН, ты вообще с ума сошла, что ли? Тебя спасать надо. Честно, вот реально спасать надо. Эй, соседи, а что у вас? Дверь нараспашку, а? Привет. Привет. Ой, а что это у вас так песка понасыпано по всей хате? Это с меня. Это я зашел, не разулся, наследил. Ой, коньячок стоит. Что, соседушка, за старое взялся, да? Так, ты чего пришла? Что-то надо или просто ля-ля-ля-ля-ля? Ну, хотела спросить, помните ли вы про мой день рождения? Ну, конечно, помним. Когда он у тебя? Завтра. Ну, вы мне уже что-то выбрали там, подарок какой-то? Ну, выберем, что хочешь. Ну, мне все равно что, главное, чтобы выбирала Янка, что-то молодежное. Молодежное? Потому что мне мои на работе, прикинь, тонометр подарили. А я же-то еще молодая, мне всего-то 36. Присаживайтесь, Виктория Сергеевна. Чего это с ней, а? Ой, Микочка, спасибо, что возвращаешь меня к жизни. Ты самая лучшая соседка в мире. Ну, я же не просто соседка, я же твоя старая подруга. Вот, вот, ключевое слово старая. Да, все, я еще на совещание успеваю. Все, давайте. Ну, я же сказала, утепленные дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фуксия, вы что, не видите никакой разницы, я не понимаю? Да, перекрасить все. Да, весь район. Все, у меня вторая линия. Алло, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Ха-ха-ха, спасибо. Нет, Егор нет. Нет, Он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я еще буду? Ну, сегодня до семи. А, вообще? Ну, ты же как суд решит. Суд решит. Ой, Егор, ты знаешь? Вы вернулись? Вернулись. Фу. Ну и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Фу. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? А на мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? Во время ареста на мне ничего не было. Ну, как в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Чё это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошёл? Ну, это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберёмся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я её уволила. За что? А было за что. Припёрлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принёс мне водки! Ё-моё. Ё-моё. Сейчас мы разберёмся. Ну-ка, сдрысни. Отседу. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо-шо, педикюру Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор благоустрию? А что он должен красить? Да что угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут ещё занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где. Яна. В Инстаграме. Подчинённые выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы ещё ей декларации в Инстаграм выложила. Я так и сделала. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на БУ. А из БУ даже перепост сделали. Чёрт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Чёрт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает. Я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? Кли на полгода вперёд записываются. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Кате, мы там с ней всё обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Восьмое. Алё. Алё. Кто это? Ну, кто-кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума. Нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума, ты как вообще собираешься бойцами управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие ещё бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо. Так, что вы тут... Яна Викторовна. Эти счета в бухгалтерию или лично вам? Да сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постначальник ОАО «Секс-шоп». Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А чё вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой ещё карнавал? Ну, как же? Бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках выходят. Ну, я же не для себя стараюсь. Так, чёрт с ними, с этими бойцицами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да. Козёл редкостный. Меня не интересует твоё отношение к мэру. Меня интересует ты с ним. Встречалась? Да, я с ним встречалась две недели. А чё так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встретиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормились, родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберёмся. Что-то ещё? А ещё? Ещё она, она, она заправку. Да ладно. Так, всё, я разберусь. Я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие ещё люди? Наши подписчики в Фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан. Чёрт, подери. О, Господи. Подожди, ты сказала сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Медигага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать ещё Монатик, Винник и на сдачу Дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нахрена вообще это всё? А, так у меня скоро эти дни... Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни... А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот вымейте и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да чёрт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... А, вот. Фух, господи, я уже думал всё. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат. Там было 5 сомиков, 6 гуппи и 8 мяченосцев. О, господи! Ого! Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они бы были седыми. Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала всё о нас! Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, а она не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия? Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга. Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе. У нас будет свадьба. И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова. Ладно, без Поляковой! Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму. Там безопасней! Привет, Сашенька! О, Янка! Привет! Я думал, я тут уже с голоду помру! Ё-моё, что ты там принесла вкусненького? Так! Ух ты, прикольно! Кролик в имбирном соусе. Кайф! Саша, руки помой! Да зачем? Оно ж в пакетике! Саш, ты чё делаешь? А, чё? Это еда для собаки? Для какой собаки? У нас же нет собаки. Теперь есть. Сука! Капель, Саш, я купила пёсика. Просто, понимаешь, я прочла, что перед тем, как завести ребёнка, нужно завести собаку, так сказать, чтобы потренироваться. Но у нас уже есть ребёнок. Ну вот, мы потренировались, теперь мы готовы к собаке. Так, ну и где оно? Не оно, а он. Буцефал, Генрих, Людик, Четвёртый. Ты чё, четыре собаки купила? Саша, одно, просто такая родословная. Капец. У него имя прям как у графа. На его фоне Саша и Яна звучат как слуги. Ну хочешь ты своего буцик? Слушай, а можно я его просто бутну, он улетит отсюда? Саша, ну прекрати! Ну тебя не смущает вот это вот вонь в квартире, вот эти слюни на кровати, вот это скулёж ночной? Ну конечно смущает. Но я надеюсь, ты больше не будешь так напиваться. Тем более, что у буцика может быть аллергия на алкоголь. Точно здесь не приживётся. Так. Сколько оно стоит это? Саша, покупая собаку, ты покупаешь друга, а дружба бесценна. Короче, больше тысячи долларов. Две. Сколько? Офигеть! Вот я Женьке одолжил две тысячи долларов, он до сих пор не отдал. Вот что значит купить настоящего верного друга. Ты собака какая-то. А такая порода столько стоит? Вот у меня в детстве был Бобик. Он бесплатно пришёл. Сам. Я его потом ещё за 10 гривен на рынке продал. О! Может ты и меня ещё продашь? Да кто тебя купит? Я уже столько в тебя вложил, капец, деньги не отобью никогда. Тем более ты с пробегом по Украине и вон, с прицепом. Саша! Что ты тут вообще понабирала такого? А это я купила всё самое необходимое для буцика. Капец, собака за две тысячи долларов, к ней вообще всё бесплатно должно было идти. Так. Ха, трекер как у меня, ничего себе. Да, он идёт с GPS-ом. И я буду знать каждый шаг буцика. А. Вот оно как завертелось. Понятно? Это что такое? Ой, это специальная умная миска. Сюда засыпаешь корму, он сюда выпадает. И когда нас не будет дома, то буцик не будет голодный. А соседку или подружку нельзя попросить, чтобы пришла, покормила? Ой, я об этом не подумала. И миска тебе не подсказала, да? Нет. Так. Вот это что такое? А, это антилишай. Всего 500 гривен. 500 гривен? Вот у меня в детстве был Бобик. У него когда лишай появлялся, он брал и уходил. А потом возвращался уже без лишая. Так, может быть, он уходил к людям, у которых был антилишай. Ты опять миска подсказала? Нет, это я сама додумалась. Понятно. Вот это что такое? А, это умная кость. За 800 гривен? Ну, пойми, что эту кость подключаешь через блютуз к твоему смартфону. И на твой телефон приходит информация, когда буцик будет играться с косточкой, и с какой силой в килоджолиях он будет нажимать эту косточку. Очень полезная информация. Угу. Как я без нее жил, вообще непонятно. Скажи. Ты бы еще унитаз к блютузу подключила. Да я так и сделала, подключила к твоему смартфону. Так, Ян, только не говори, что каждый раз, когда эта гадина будет ходить в туалет, ко мне будут фотки приходить. Что молчишь? Ты же сказал не говорить. А, так вот ты какого буцика купила. Саша, буцик я заказала через интернет, его скоро привезут. А это ему игрушка, чтобы не было скучно. 5000 гривен? Да блин, ему дешевле каждый день проститутку покупать. Подружка. Саш, ну я еще там всяких 10 разных игрушечек купила. Вот у моего Бобика было две игрушки. Хвост и то, что под хвостом. Во. Вы прям с ним так похожи? Это что за фигня? Это уличная поилка. Сука. Саша, кобель. Это что, сука, кобель не может у нас дома воды попить, что ли? Блин, мы с мужиками меньше по пятницам скидываемся на пиво. Ой, а это тренировочный ошейник. Тренировочный ошейник? Угу. Вот, Яна, ну как так вообще можно? Ты покупаешь крем, не просто крем, а специальный, против морщин. Ты покупаешь зубную пасту, не просто пасту, а специальную с 3D-фэтом. Сколько тебя можно разводить вообще? Саша, ну давай попробуем. Смотри, как он работает. Капец. Саша, сидеть? Да, сейчас. Ещё раз так сделаешь? Да всё, всё, ладно, сижу, сижу. Так, что это у нас? О! Дезик, собаки, за 300 гривен, да пошёл он, я буду сам пользоваться. Саша, ну это специальный спрей для того, чтобы Бутсик знал, куда ему ходить в туалет. Где она? Ой, это же Бутсика привезли, я сейчас. Блин, ну ладно, собака так собака. Буду с ней на охоту ходить, буду квартиру охранять. Ух! Яна, ты чё, мочалку купила? Сашенька, знакомься. Это Бутсифал Генрид Людвиг IV. Капец, у него имя длиннее, чем он сам. Ну на, подержи. Блин, слушайте, такое милое лицо, ты что вспомнил своего Бобика? Да нет, эта тварь на меня написала. Ну вот видишь, спрей работает. Янчик, ну блин, это смешно. Вот я буду с ним ходить гулять, меня же все кошки во дворе засмеют вообще. Его же может в пылесос затянуть, как нашего хомячка. Ух, кстати. Там же после хомячка много одежды осталось. Давай Бутсик будет донашивать. Саша, Бутсик не будет ходить в секонд-хенде. Ну я ж хожу. Так ты из пола ешь. Что, теперь собаки к тебе приравниваться? Смотри, что я ему купила. Смотри, какое пальтишко. Пальтишко, да, крутое? Да? Оставляем. Я буду с ним ходить гулять, а меня будут спрашивать. Ой, это кто? А я буду говорить, кто-кто? Бутсифал в пальто. А вот еще. А что только двое ботиночков? Ну просто у тебя на карточке закончились деньги, и поэтому я попросила остальные отложить. Бутсик, учись на двух ногах ходить. Так, значит, это крем для здоровой кожи, крем для здоровых когтей Бутсика, крем для здоровых зубов Бутсика. Я не понимаю, тебе что, за 2000 долларов больную собаку продали или что? Саша, ну ты пойми, когда Бутсик вырастет, то к нему целая очередь не весь будет выстраиваться. Офигеть! Мало того, что он будет здесь жить, пить, гадить, к нему еще телочки ходить будут. Я себе такого не позволяю. Ой, ну, в смысле. Саша, ну пойми, мы же его будем сводить. Сводить? Ну-ка, 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 где там все там, все там, эти... Ой, текусь, господи, какое маленькое. Ой, я даже не сразу нашел. Саш, ну я тоже не сразу нашла. Но через пять лет супружеской жизни привыкла. У нас просто дома холодно все время. Да-да, да-да. Дай сюда собаку, не повышай себе самооценку. Ну и что ты думаешь, вырастет? Ты про себя или про Бутсика? Саша, когда Бутсик вырастет, то мы ему найдем такую же маленькую собачку. Маленькую собачку. Теперь я понимаю выражение. Тютелька в тютельку. Саш, ну ты пойми, что щеночки Бутсика будут стоить в два раза дороже, чем он сам. Четыре штуки баксов щеночек? Наконец-то. В нашей семье появился кормилец. Иди сюда, иди ко мне. Саш, мордочка с другой стороны. Да какая уже разница. Так, Яночка, ты давай беги, сейчас собачью парнушку скачивай. Я в аптеку за собачьей Виагрой. Ох, сейчас начнется. Ну, Бутсик, мы с тобой за пять щенков лодку купить можем. Саша, какая лодка? Когда холодно. Апчет! И скользко. Блин, санки забыл. Нужно срочно поднимать настроение. Свята правда. Только как это сделать? Ну? Ну? Максим Николаевич, вы не поняли вопрос? Не, я понял вопрос. Я жду варианты. Вариант только один. Наше! 22 и 23 февраля. Это высокое искусство! Успейте приобрести билеты на концерты в Дизель-шоу.